детали приветствую тебя торговая сессия вторника время нашей традиционной для этого дня недели встречи обсуждаем рынки то что на них интересного произошло говорим о интересных возможностях которые еще имеют место быть уже с учетом предстоящих событий и содержания экономического календаря эта неделя опять же ожиданий нонфармов которые выйдут в пятницу и еще один потенциальный триггер для американского доллара если друзья ждете какой-то серьезный инфоповод читать что под конец этой недели инфоповод появится хотя если сравнивать с динамикой золота я не уверен что вообще что-то способное еще на рынке появится настолько интересное что уже произошло по золу виталий прежде чем перейти опять же к рекомендациям и такому общему обзору рынка скажи пожалуйста тебе удалось заработать на этом мощнейшем движении по золоту которое вошло в историю потому что мы по сути обновили новый исторический максимум небольшая прелюдия в прошлый раз когда мы с тобой рассматривали золото мы в принципе побычи смотрели в отношении этого актива ожидали развития бычей динамики но в целом мог ли ты предположить что это движение может быть настолько значительно просто пару слов буквально итак приветствую всех ну по поводу золота что будет обновление хая в принципе это ожидал но я все движение не взял я чуть раньше вышел да то есть я как мы с тобой принципе потом последнее время мы его покупали советовали покупать я чуть раньше вышел то есть вот этот мощный такой мощное движение которое на открытие рынка было в понедельник я не взял но я зато прокатился в цифровом золоте в биткоине да вот это движение которое мы тоже вот я в последний раз на битве аналитиков советовал что биткоин пойдет на 40 тысяч даже чуть выше и мы как раз выше даже 40 тысяч ушли вот по биткоину я прокатился то есть решил на цифровом золоте заработать больше по супер ну что давай тогда пару слов буквально про золото скажу демонстрация экрана перейдем у меня как раз золото открыто я думаю что все прекрасно все видели демонстрация пошла то что новый максимум по сути это 2145 долларов за тройскому нужно привыкать к новой реальности теперь соотносить ожидания с этим рубежом почему произошло такое мощное движение кто-то связывает с политикой федеризирует неправильно потому что за выходные ничего не случилось с политикой американского регулятора принципе как ушли с пятницы с ожиданиями того что очень скоро все изменится так эти ожидания собственно и остались фактор это геополитика я думаю что те кто хотел разобраться все-таки не могли пройти стороной что имела место быть эскалация очень такое сомнительное отношение к факту перемирия между израилем и палестиной потенциальное вовлечение в конфликт и участие уже со стороны сша и опять же пошли разговора что если этот конфликт выйдет на совершенно другой уровень судя по всему он уже давно там вот в данном случае рынок очень чем болезненно отреагировал на то что произошло и в итоге мы увидели ажиотажный спрос на то что в принципе всегда ассоциировалось с защитой но когда речь идет о геополитических угрозах такого масштаба да золото обычно демонстрирует восходящую динамику но даже с учетом того что произошло я думаю что этим тоже как бы этого мало чтобы объяснить то движение которое случилось здесь может быть вот смотрел опять же обзор на bloomberg что имело место быть и алгоритмическая торговля со стороны крупных хедж-фондов которые опять же с солидными объемами и стали причиной раскачки движения в таких диапазонах сейчас остается только лишь гадать с точки зрения фундамента да движение объяснимо но привязаться к этому диапазону движения сейчас очень трудно поэтому да мало вероятно что кому-то далось поймать все это движение потому что оно было прям совсем предсказуем мы ждали что будет в движение в район максимум исторически 1070 долларов но по сути ушли еще на 70 долларов выше за очень короткий промежуток времени логичный вопрос кстати говоря вот что золото может быть дальше но мы видели что уже последовал серьезный откат поэтому если говорить о тех кто торгует с плечами то наверное на рынке уже в живых никого не осталось потому что такие движения это прям самый серьезный распил те кто сейчас ищет возможность по золоту я бы сказал что с точки зрения рыночного сантимента есть еще как раз потенциал движения выше но то как на рынок сейчас влияет сантимент и геополитика я бы сделал вывод что золото уже дал возможность заработать подкинула хорошие возможности нужно этот актив поблагодарить и на какое-то время оставить в покое это наверное самая лучшая тактика как трейдеры посидеть на заборе поэтому если опять же никто не против это тоже будет моя рекомендация золото пока что лучше уже и не лезьте по другим финансовым активом индекс доллара 103.69 очень много будет зависеть от нонфарма который выйдет пятницу сегодня кстати отчет аэсэм в сфере услуг тоже важный индикатор состоянии американской экономики помним что в пятницу вышел отчет аэсэм производственного сектора статистика оказалась плохой вчера данные по производственным заказам тоже статистика плохая пока что скажем так кубышка вот этих отчетов это больше негативные релизы которые указывают на то что ставка 5 5 процентов все же давит на экономику ну рынок труда это безусловно очень важная среда условия его состоянии во принятии решения по дальнейшему вектор американской монетарной политики я предлагаю дождаться уже фактически отчета по количеству новых рабочих мест и по динамике роста заработных плат но заранее я опять же остаюсь пока что скептиком думаю что но вряд ли при таком состоянии промышленного сектора и сферы услуг я не ожидаю сегодня хороших данных сша могли динамично создавать новые рабочие места прошлого месяца поэтому потенциально слабый релиз на мой взгляд с большей вероятностью может отправить индекс доллара к прежним минимумом о которых я собственно и буду придерживаться так по британской валюте сегодня хочу подсветить важность торговой сессии сегодня выйдут данные по сфере услуг в 930 по gmt это отчет на который приходится почти 70 процентов показателя ввп ранее фунт цеплялся за сопротивление 1 27 получая поддержку на жестких комментариях представителей банка англии которые считают что в текущих условиях нужно как минимум удерживать ставку на тех уровнях на которых она находится в данный момент времени и проводя аналогию с действиями фид резерва банк англии точно не созреет на смягчение экономической политики так быстро как это может произойти с фид резервом даже сейчас если оценивать инструмент фэд вот чтул примерно 53 процента трейдеров ожидает что ставку снизит концу первого квартала то есть по итогам мартовского заседания это сильно контрастирует с показателем двухнедельной давности когда эта величина была в районе 20 процентов поэтому чем больше будет слабых отчетов на этой неделе тем больше будет причин для пересмотра ожиданий трейдерами тех каркеров в монетарной политике которые могут произойти это будет потенциально должно поведение ослаблять доллар и оказывать поддержку рисковым инструментом поэтому я опираюсь на идею того что пара фунт-доллар сохранит потенциал роста возможно уже в ближайшей торговой сессии пробьется определение 1.27 я прям на это и ориентируюсь и приблизиться к цели которую я для себя раньше поставил это в районе отметки 1.28 но сегодня жду реакцию положительную на отчет по активности сферы услуг до него по сути остается час с небольшим так индекс доллара разобрали про золото поговорили еще хотел подсветить рынок нефти 7844 я на протяжении трех недель прям очень интенсивно наблюдал за рыночным сантиментом по рынку нефти и несмотря на то что три недели назад тотальное большинство трейдеров находилось в покупках я все равно встал тогда на сторону покупателей потому что решил что в заседании опек все-таки то решение которое там может быть анонсировано должно вытащить цены наверх ну собственно заседание опек состоялась мы видели попытку покупателя задрать бренд про 85 долларов за баррель но когда на рынок пришли более-менее подробные сведения об итогах этого заседания вместе с ними на рынок вернулся пессимизм в итоге бренда оказался ниже 80 долларов и сейчас общество в районе 70 8 45 то есть по итогам заседания опек мы помним что квоту в целом не стали менять но саудовская аравия россия сообщили о том что продлят добровольность сокращения производства еще как минимум до конца первого квартала можем там даже и дольше это по идее тоже фундамент который можно использовать как условия для роста актива и в купе еще с геополитикой по которым мы так говорили но раз золото конфессивно отреагировала то расписываться счетов геополитику нельзя геополитика это риски для перебоев поставок и так далее но даже на этом фоне рынок нефти остался под давлением поэтому если не один позитивный фактор такого формата масштаба как заседание опек и события связанные с палестин и итальянским конфликтом не привели к тому что нефть выросла и сейчас сантиметр не изменился толпа находится в покупках я все-таки принял решение для себя что сейчас скорее всего нефть пойдет еще ниже и те кому интересно опять же в качестве целевых ориентиров до куда нефть может сходить я уже ориентируюсь на движение в районе 75 долларов за баррель так видали ну на этом я думаю по инструмент пока что все давай тогда слово тебе передаю сделала демонстрацию экрана уже идет на начнем золото по поводу и рынка в общем рынок от прошлой неделе была очень хорошая можно было на нем заработать практически по всем инструментам плюс минус и на текущий момент для меня рынок сложный допустим вот как ты отметил вот по золоту что вот когда было такое плавно плавное движение хороший тренд то здесь можно было покупать как мы и советовали и на этом заработать на текущий момент пошла такая сильная волатильность и я бы в этот рынок скажем не входил это что касается золото аналогично хотя был вчера достаточно такой мощный импульс вниз и мы обновили исторические хаи и возможно по золоту ближайшее время нарисуется какая-то какой-то сигнал на коррекцию вниз там более глубокую как как вариант то есть за этим я буду наблюдать пока я не уверен но есть такие предпосылки поэтому пока какие-то явные рынка по данному инструменту потому что есть моменты когда на рынке понятная ситуация есть когда непонятно то же самое аналогично касается и валютного рынка условно там евро доллар если разбирать вот прошлый раз мы с тобой здесь общались на на вот этом движении то есть здесь я аналогично покупал евро доллар мы неплохо росли потому что был такой неплохой тренд на уровне 1.10 я зафиксировался там основную часть дальше пошла коррекция и сейчас сложно сказать это коррекция или это новое развитие тренда по евро доллару вниз пока это как как вариант рассматривает что это коррекция но я не вижу сигналов об окончании этого тренда я вчера пытался с понедельника купить евро там с небольшим стоп-лоссом и получил стоп и поэтому я его не трогаю золото валютный рынок я бы его ближайшее время ну с моей точки зрения не трогал хотя есть предпосылки что это коррекция и мы дальше пойдем наверх но я пока это не буду советовать это торговать дальше ну более менее ситуация там понятная с доллар иеной хотя здесь тоже такие такая сильная волатильность вот я в пятницу в принципе в прошлый раз советовал ее шортить мне кажется здесь возможно по доллар иене все-таки развернулся вот этот тренд о котором мы ранее говорили у нас такая глобальная двойная вершина вот 22 год 152 уровень текущий текущие последние там два месяца 152 мы топчемся и возможно уже пошел слом вот этого тренда который последний год длится и я бы здесь работал на снижение по доллар иене я здесь тоже волатильность очень сильная вот как то вот так тоже сложно здесь точками входа но мне кажется здесь будут дальше падать по данному инструменту хотя лично пока не торгую тоже что касается нефти двух словах аналогично вот когда мы с прошлого эфира я думал что нефть прожмут немножко вниз дальше я все-таки перевернулся перед заседанием опек взял небольшое движение наверх снова пытался его откупить продавили и здесь тоже сложная ситуация будет ли здесь разворот или дальнейшее движение вниз тоже сложно то есть сейчас рынок пошел на такое мне кажется сложное движение и здесь можно наловить очень много стопов поэтому нефть аналогично как и ты возможно продавит вниз я буду за ней еще наблюдать вот мне интересно там что в ближайшее время покажут если все таки будут хорошенько откупать то возможно там дальше вверх пока я тоже лично не торгую есть у меня один вариант вот кстати вот по крипте как я уже сказал вот у нас здесь хорошее было накопление поджимали к уровню 38 и вот здесь тоже хороший прострел получился и аналогично по крипте то есть я вот здесь зафиксировался там основную часть кто-то полностью зафиксировался и тоже я крипту пока не трогаю есть у меня предположение по фондовым индексам вот я как раз сегодня публиковал у себя у себя в телеграм-канале по поводу информации по поводу там проблем в банковском секторе сша там есть такие ставка федрезерва да то есть получается федерал фандс рейд это получается где банками между собой дают кредиты когда у них есть лишняя ликвидность да они дают другим банкам кредит и есть также показатель такой ставки как софр это ставка ее еще называют эталонная ставка да то есть она отличается от классической и получается вот этот софр он всегда ниже немножко вот этот ставки федерал фандс да и получается там она выдается софр под рассчитывается там под три вида репо как-то тоже дается овернайт банкам под залог облигаций сша такая там сложная фишка она новая там 17 года где-то и в чем прикол в том что вчера был расширение спреда то есть в другую сторону получается софр он всегда ниже вот этой ставки вот сейчас я картиночку покажу вот получается красная линия это получается федерал фан с рейд да а синенькая это софр и софр всегда был ниже этой ставки и получается вчера расширение спреда было и вот этот софр прыгнул выше на 6 пунктов базисных выше вот этой ставки и в чем здесь интерес в том что такой момент был недавно очень сильный на 4 базисных пункта это было весной когда помнишь проблемы в банковском секторе сша была вот проблемы тоже с ликвидностью там некоторых банках было и возможно тоже сейчас я не знаю это временно или это будет какое-то продолжение вот этого вот этих проблем с ликвидностью и возможно это как-то повлияет на рынок потому что и доллар будут все уходить доллар как вариант и как вариант возможно фондовый рынок будет падать если у нас получается вот я у нас весна вот вот здесь да получается но хотя здесь не было таких прям проблем сильным вот в этом в этом моменте это получается вот апрель май ну посмотрим я пока рассчитываю что возможно это будет какой-то толчок на усиление доллара и обвала фондового рынка потому что на его как-то по чуть-чуть сливают там nasdaq s&p и возможно рассматривать short но с обязательными рисками потому что я смотрел там dow jones обновил летние максимумы да nasdaq тоже чуть ранее s&p еще не обновил вот есть такое предположение что фондовый рынок может падать и доллар как вариант возможно будут уходить доллар возможно еще такой момент там я отметил что как экономисты некоторые отмечают что это этот всплеск был связан с тем что там золото вот эти максимумы обновила и вот это как-то повлияло сложно сказать то есть для меня рынок сейчас сложный я аккуратно торгую его там что-то советую и если будет там более ясная ситуация я об этом буду говорить пока сложно вот так виталий спасибо тебе за рекомендации действительно ситуация на рынке неоднозначная смешанность даже видно по рыночному сантименту обычно есть какой-то перечень набор инструментов где позиционирование четко проследить можно где доминируют продавцы покупатели что делать сейчас большинство активов почти 50 на 50 то есть рынок вообще сейчас видимо ждет чего-то видимо готовится к чему-то ну есть то что есть мы с тобой встречаемся каждую неделю если ситуация изменится и будут для этого какие-то поводы обязательно об этом обо всем расскажем большое тебе спасибо что подключился обсудил рынки ну что давай тогда за ними наблюдать и через неделю снова подведем итоги спасибо тебе далее хорошей недели пока пока удачи